Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Нашему Спасителю, Господу! Приветствую всех снова, дорогие друзья, в эфире. Приветствую! У нас сегодня с 31 на 1 число, с 31 октября на 1 такое бдение и молитва. 31 октября день Великой Реформации. В католической традиции день всех святых. И тоже были вопросы касательно лютера. Некоторые недоумевают, почему здесь всех святых, почему здесь лютер. Дело в том, что собор в Виттенберге, где служил лютер, он был посвящен кафедральному собору. Он посвящен был как раз именно празднеству всех святых. И на этот праздник, это престольный праздник был, получается, этого собора. Престол, значит. И на престольный праздник чуть не со всех германских разных земель собирались паломники. Вот туда, в Виттенберг. Получить и индульгенции купить, значит, там можно было и многое другое. Справить свои, как говорится, религиозные нужды, как раньше говорили в Советском Союзе. Вот, значит, и поэтому раз в году, вот, тогдашний захолустный Виттенберг превращался в большой довольно город. Много гостей, паломников, много, значит, знакомых, незнакомых. Люди приходили и с товарами, и прочее, прочее. Вот, и как раз это было самое удачное время для того, чтобы что-то начинать вообще. Раз в году именно в Виттенберге можно было действительно так или иначе, ну, как бы, услышать и увидеть всю Германию, будем так говорить. То есть, как бы, больше или меньше. Вот, и диспут, который разгорелся, это было, в принципе, нормально, в то время же обычное же было, да. Традиции того времени. Традиции того времени, да. Общество религиозно, это было актуально. Сейчас это менее актуально, люди стали потребителями, поэтому. Ну, да. Поэтому говорят о товаре. Да, кстати, да, 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 точно. Вот, слушайте, вот, на самом деле, вот эти диспуты были вторым обычным явлением, и время от времени священники могли, допустим, какие-то монахи, да, ученые, могли, вот, именно, начать, по сути, объявить какой-то новый диспут, новое общение, допустим, новую тему поднять, или старую, там, старую, новую тему. И вот такой темой, как бы, ну, может быть, которую не особенно кто хотел поднимать, но о которой думали люди, насущной темой, была продажа индульгенций. Массовая тогда распродажа индульгенций, конечно, это было форменное безобразие, это просвещенные люди понимали, но основная масса, как говорится, трудящихся немцев, значит, особенно не понимала, но платила, платила, значит, за грехи свои, тленом, серебром и золотом, искупляя свои грехи. Вот, значит, и, конечно, вопросов было масса, в то время, особенно, простой христианин, как бы, об этом не особенно мог сильно распространяться, время было и инквизиции, и вообще, как бы, всяких смут, и поэтому, значит, конечно, кстати, в том, что религиозно всяких там преследований и прочих, поэтому, особенно, не поднимали такие вопросы. Но лютер, вот, осмелился поднять вопрос об индульгенциях, да еще как. В принципе, если вы почитаете тезисы реформации, вот эти 95 тезисов, там, как бы, сильно такого, как бы, глубокого и нового, как бы, мало для, вот, христианина. Но, а кто, понимаете, дорогая ложка к обеду, вот, все хорошо вовремя. Вот эта мысль, простая, да, как бы, и не такая сложная, но высказанная прямо именно вовремя, сыграла просто, ну, огромную, колоссальную роль. Потому что, действительно, ну, как говорится, дурили нашего брата, христианина, действительно, вот, тем, что обманом, уже вековым тогда обманом, что, действительно, эти прощения грехов выдает церковь в виде вот этих вот облигаций таких, знаете ли, вот, этих индульгенций, и все это продавалось за деньги. Конечно, печально, что такое имело место в истории христианства, но, наверное, вот это вот крайнее такое падение церкви, оно, ну, послужило во благо, одним словом. Ну, как ни странно, не то, что во благо, но через это поднялась как раз волна реформации. Есть деформация, есть реформация. Реформация – это не выдумывание чего-то нового, это возвращение к хорошо забытому старому, возвращение к основанию. Да, вот, как сегодня Кифа тоже говорил, что это возвращение тоже очень по-разному и понималось, и понимается. Вот, и порой, действительно, на те же самые грабли люди наступают, независимо от конфессий, динаминации своих, независимо от направления. Да, и сегодня, вот, спустя вот уже пять столетий, да, вот, прошло ровно пятьсот лет, представляете, друзья, много воды утекло, вот. Хотя в небесном измерении всего лишь полдня, получается, да, потому что тысячи лет, один день там, вот так вот. И, конечно, мы, как христиане, сегодня благодарны Богу за то, что пять столетий назад, пусть даже там со скрипом, пусть даже там с ошибками такими, значит, там, и как бы, и с недочетами, и далеко не совершенно все это было, но пошла вот эта волна обновления церкви, реформации. Кривая нашей истории, вот с вами, христианской, если до того, до 1517 года, она ползла вниз, иногда очень резко вниз, но здесь началось восхождение вверх, кривая нашей, истории нашей пошла вверх. Вот, сегодня тоже очевидно, со стороны виднее, знаете ли, со стороны уже виднее. Сегодня даже уже и понятно, что реформация оказала влияние и на католическую ту же самую церковь традиционную, огромное колоссальное влияние и на православные церкви, да, 100%. Я хочу даже вспомнить сегодня патриарха Кирилла Лукариса, греческого патриарха, который через сто лет после Лютера поднял знамя реформации на востоке православном. И, в принципе, о чем Лютер, Калвин, Свингли, о чем говорили на Западе, да, Кирилл Лукарис так или иначе, в такой восточной форме, но те же самые принципы провозносил. Только Христос, только Писание, что церковь, она, как структура, она может ошибаться. И это, конечно, было, как гром среди ясного неба. Но сегодня еще также с нами был через телефон, по телефонной связи, Кифа со Львова, епископ, и очень мне понравилось его вот это высказывание, что «Моя доктрина – это любовь». А, кстати, на латыни «любовь» можно как-то сказать. Амори, ну и разные, там тоже разные виды любви. Ну, не, ну, понятно, да. Амори, мори, мори, да. Амори – это такая вот любовь. А вот такая вот именно любовь, это интересно. Ну, а посмотри по словарю, интересно. В латыни тоже много значений, в греческом пять значений. Не, ну да, в греческом – да. А вот это «Солосскриптура», допустим, значит, пять «Солос», да? А если еще, допустим, развить, еще только любовь, допустим, да, вот, интересно. Да, интересно. Звучало бы очень интересно. Еще очень, а информация, мы забываем главную еще заслугию Дютера, то, что он впервые перевел Библию на понятнодоступный немецкий язык и дал… Соло «Агапа», но «Агапа» – это греческое слово все-таки, да, вот именно… Да, да, «Ризник» снова, о, в сети, шалом, приветствую. Вот, посмотри, пожалуйста, по компьютеру, значит, вот как именно, значит, не на греческом, а на латыни будет. На латыни будет. Любовь божья. Да, любовь божья именно, любовь божья. Агапа просто. Агапа – это греческое слово. Нет, посмотри сразу напрямую. Да, а, как слово «агапа», допустим, аналог в греческом. Латинский. Латинский, да. Вот, то есть, главная заслуга Лютера – перевод Библии на немецкий язык. Заслуга Лютера, да, ага. Потому что до этого церковь, по сути, тысячи столетий жила по переводу Иеронима, монаха. Да, латинский перевод, да, четвертый век еще. Вульгаты, вульгаты народные. И там была масса ошибок, и церковь это знала, и сам Иероним это знал, несмотря на свои знания огромные. И Лютер перевел на доступный язык. Были попытки и до него, с Карина, Франциск Карина, часть Библии перевел здесь. А, белорусский. Белорусский житель Полоска, в 1517 году он выпустил «Апостол», тоже под впечатлением чешских реформаторов. Он же жил в Праге, как по-другому это не могло быть. Вот, и если говорить о Лютере, это стало трендом, это стало тенденцией. И сама возврат к корням, back to the roots, назад к корням, заключалась в том, чтобы каждый народ имел Библию на своем языке. То, что для, например, людей закона, для евреев, было натуральным, самому ты должен читать Библию. Почему евреи такие умные? Потому что еврей, в 13 лет, проходя бармицу перед общиной, должен сам прочитать Слово Божие. И назад к истокам, это значит опять назад в Библии, чтобы ты самостоятельно возвышал свой голос перед Богом. Не через посредников, не через батюшек, попов, пап, а непосредственно. Бог хочет слышать голос каждого человека. Твой голос, да. Вот, и Лютер, и это закрепилось в католицизме. В православии, к сожалению, в Русской Православной Церкви, очень долго тормозился процесс издания Библии. Вот синодальное издание, в конце концов, над которым работало три академии, Казанское, Питерское, Московское, было издано только в самом последнем, в 1890-м каком-то году. А работа началась еще при Александре Первом, который сам читал Слово Божие на французском, который был для него родным, а на русском и не было полного перевода. Поэтому он пользовался французским. Поэтому, благодаря Леониду, эти тенденции распространились, докатились даже до северных земель. До диких, вот именно, северных жителей православных. Вот так вот, да. Так что, благодаря Лютеру мы сегодня читаем на языках родных. То есть, они были вынуждены принять этот вызов. Да. Вызов перевода. Он дал им этот вызов. Они начали его критиковать, но понимали, что процесс необратим, и чтобы не погибнуть под пятой реформации, нам надо все-таки... Тоже реформироваться. Тоже реформироваться. То есть, вот... Это очень важная заслуга Лютера, да. А, кстати, я не музыкант сам, значит, но очень уважаю музыкантов, очень люблю, значит, петь. Знаете ли, и вот, что касается истории музыки, кто интересовался, если... То заслуга Лютера именно как раз вот музыкальной революции. По сути, немецкие хоралы, это стало действительно, ну, как вот, скажу, как вот, ну, не побоюсь сравнить, как, допустим, ну, Элвис Пресли, не знаю, ну, короче, это было для Европы, это было просто, как сейчас говорят, выражение бомба. Потому что это действительно... Даже враги реформации признавали впоследствии после собора Триденского, когда там даже участники некоторого собора были потом репрессированы инквизицией, потому что они, как бы, борясь с реформацией, но на самом деле многие сочувствовали идеям реформации. И вот признавали враги реформации, что во многом благодаря именно музыкальной реформации, музыкальной реформе, идеи лютера, идеи реформации, они проникли во все слои общества, а особенно среди простого народа. Писали сами вот эти вот, даже, ну, как бы, инквизиторы, будем так говорить, писали, что даже на полях крестьяне поют лютеровы псалмы. Значит, то есть, представьте, значит, насколько, то есть это, как сейчас говорят, хит. Хит, значит, это, ну, все вот знают, мурлычат эту песню, там поют где-то там, все. Ну, раньше же не было там, значит, ни интернета, ни телевидения, ни радио. Ну, вот, передавались вот таким образом. Даже если крестьяне на полях, несмотря на инквизицию, пели лютеровы псалмы. Вот так вот. Немецкие хоралы, конечно, когда народные вот эти мелодии знаменитые, да, вот такие, на слуху, они вдруг в церкви стали исполняться, на простом немецком языке это было просто, ну, как говорят, бомба. Да что говорит времена лютера, это как бы, это одно. Слушайте, я хочу вспомнить сейчас высказывание русского реформатора. Михаил Ломоносов, он же свое, он был православным обычным гражданином, тяготеющим к знаниям, ищущим знаний. Вот оказался за границей он, где как раз были школы выдающиеся, он там учился. И вот его духовное возрождение, духовное перерождение связано как раз с Германией. Связано с лютеранством. Он даже женился тогда, значит, на дочери, значит, лютеранского служителя, значит, да, значит, там, значит, и церковным старостой исполнял обязанности. Вот, значит, то есть, как бы, был напрямую в служении. И даже еще, проходя обучение в школе, там, в университете, он, значит, выступал, значит, давали слово, значит, имел слово в лютеранской кирке как проповедник. И возвращаясь потом в Россию, в империю российскую, он, значит, скажу так, одно из его таких церковных деяний, именно церковных, это как раз попытка переводов текстов на понятный язык. Он писал к Синоду, что церковно-славянские мы, говорит, не понимаем. И вот, что его вдохновило, что его сверстники в Германии, простые немецкие парни, на понятном языке, своем языке, они слышат службу Божью, и они понимают, о чем идет речь вообще. Они участвуют, поют все вместе. Вот, его это так зацепило по-хорошему. Вот, знаете ли, такой контраст был с той реальностью церковной, в которой он жил раньше. И плюс еще, они слышат слово Божье и разумеют. Там другое дело, соглашаются, не соглашаются, принимают, не принимают, но они, по крайней мере, они и разумеют, они слышат это. Вот, и говорят, а наши люди не имеют даже этого блага, вот именно слышать слово Божье, понимать его, разуметь его. Вот, и, конечно, он делал переводы Михаила Ломоносова. В общем-то, лютер повлиял и на реформацию в Российской империи, вот через Ломоносова. Правда, труды Ломоносова были забракованы. К сожалению, Синод отнесся к этому чуть не как ереси. От репрессии ученого спасло лишь высочайшее покровительство императорское, императрица. Елизавета. Екатерина. Екатерина, да, она его сохранила. Елизавета, потом Екатерина, да. Потом Екатерина, да. Она его сохранила, жизнь. И, больше того, когда умирал ученый в Питере, то, значит, известный факт такой, ну, как бы, может, для кого-то малоизвестный, но императрица, значит, соизволила посетить умирающего на адре уже смерти ученого и просила его благоставения, его молитв. Значит, он благоставил императрицу. Представьте, это вообще удивительная вещь. Хотя он не священник, он был, ну, да. Она ценила его умом. Да, она ценила его, и не только ум, а вообще его духовность его именно, вот именно его, ну, что он с Богом, человек с Богом был. Как он писал, там, открылась бездна, звезд полна, да, звезда, звездам числа нет, бездне дна. И он как раз вот восхвалял Творца, даже в этих отдых своих. Вот, значит, и в науке своей он восхвалял Творца. Но императрица перед смертью, она, выслушав завещание Ломоносова, она, в общем-то, поступила по его слову. И удивительным образом, оберпрокурором тогда она, вопреки всем там ожиданиям вообще, она назначила человека, которого Ломоносов как раз и видел во главе реформ церковных. Это был Мелиссину, Иван Иванович Мелиссину, тогда директор, ну, первый директор Московского государственного университета, МГУ. Значит, если вы в Москве, допустим, зайдете в МГУ, главный корпус, то там на первом этаже прям портреты эти вот как раз, ну, сейчас не знаю, но висели тогда, значит, портреты отцов-основателей, будем так говорить. То есть, первых этих директоров МГУ. И вот один из первых этих портретов как раз прямо от входа, это как раз вот Мелиссину, Иван Иванович Мелиссину. Ну, его крестили в православии, как Иван Иванович. Значит, и это человек протестант, лютеранин, значит, человек живой веры, искренней веры. Такой полиглот, знаете ли, ему доверили именно возглавлять университет, потому что знали, что, значит, выдающиеся университеты тогда мировые приглашали его к себе, значит, но он избрал по откровению свыше, значит, именно действительно ехать в Россию и поднимать науку в России. И в частности, и в том числе и богословие, но именно богословие христоцентричное, вот в этом была как раз именно заслуга Мелиссину. Вот, и представьте себе, оберпрокурором Синода назначается Мелиссину. Это было, конечно же, знаете ли, ну, дураку ясно было, простите, что это курс на реформацию. Потому что то, что публиковал Мелиссину, то, о чем он говорил, чем он шокировал московскую публику тогда, а потом и питерскую, с заявлениями о необходимости реформации в России. Значит, именно евангельской реформации, не просто какой-либо, а именно евангельской библейской реформации. Правда, он был оберпрокурором всего лишь несколько лет, и его, по сути, репрессировали, значит, и он умер в безвестности, значит, как бы, значит, и все, что он сделал, это все пошло, как бы, к сожалению, в пух и прах было разгромлено контрреформаторами, и даже память Мелиссину была предана забвению впоследствии. Но, однако же, он сделал величайшее дело, он заявил это, по крайней мере, это провозгласил, и хотя бы на пару лет, но в России засветило вот это солнце, значит, и то, о чем Ломоносов мечтал еще в Германии, Мелиссину смог это хотя бы провозгласить официально, открыто, публично, вот, и знаменитые пункты его, значит, Мелиссину, книга, которая впоследствии была за семи печатями в прицарском самодержавии, значит, только лишь уже после революции всех этих, уже в 20-м столетии могли люди ознакомиться, что же Мелиссину такого страшного написал, что его, будем так говорить, в такой глубокий черный список поместили-то, и почему его книга была запрещена в царской России. Дело в том, что Мелиссину, по сути, провозглашал в этих пунктах темы реформации, темы реформ, именно евангельского, библейского преобразования православной церкви. К сожалению, из служителей, во-первых, из членов Синода, никто не поддержал оберпрокурора. Наоборот, единодушно, единогласно ему выразили впервые в истории, синодальный период вообще, это первый и последний случай, когда Синод единогласно выступает против оберпрокурора. И больше того, они поставили ультиматум императрицы, что если Мелиссина будет продолжать в том же духе, то будет раскол, будет новая пугачевщина вообще, еще хуже даже, чем была тогда. И, короче, это было впервые в истории синодального периода, когда неповиновение императорской власти и оберпрокурору, такое было явное, стопроцентное. Больше того, не только из членов Синода, но и членов вообще из епископского, и епископата открыто никто его не поддержал. Были отдельные священники, петроградские, петербургские тогдашние, которые одобрили, и киевские тоже, киевские, одобрили программу реформ, но это были лишь отдельные священия. Никто из епископов публично не высказал за, хотя он всем епископам выслал эти пункты и для рассмотрения. А пункты были очень просты, там их множество. Я вот хотя бы даже для общего сведения. Во-первых, приоритетом, чтобы было именно служение Слова Божьего. Служение на понятном языке. Отказ от церковно-славянского, старо-славянского языка. Служение на понятном языке. Алтари открытые. Значит, люди, священники, лицом к людям стоящие, говорящие Слово Божье проповедь, участие всех в богослужении, и женщин, и мужчин. Значит, потом отказ от молитвы за упокой вообще как таковой. Отказ от многих церемоний, этих ношений крестов, церемониальных икон, там, чудотворных и прочее, прочее, прочее. Срочное создание комиссии по разоблачению, вот этих, рассмотрению этих ложных, подложных, всяких чудес и прочее, прочее. Там, короче, огромный был список такой. Епископат женатый. Значит, чтобы епископы имели возможность всех своих, там, значит, ну, как бы, одним словом, нормально жить в браке. Как и Слово Божье то говорит. Короче, вот весь список этих пунктов, он настолько шокировал тогда, вот, генералитет, будем так, православной церкви, что это было, как взрыв, гром среди ясного неба. Но ничего, знаете ли, хотя Милистин умер, будучи вот так вот репрессированным, знаете ли, и Синод заклеймил, значит, пустили слух в народе по церквям, и объявили, что обер-прокурор, мол, сошел с ума, поэтому особенно не переживайте, значит, что, значит, его нужно просто лечиться, значит, нормального здравомыслящего сейчас императрица поставят нового обер-прокурора. Но на самом деле лечиться надо было этим епископом, а не Милистином. Милистином, он, кстати, он так имел возможность выехать за границу, ему предложили, как бы, бегство, как бы, и убежище иметь, но он, интересно, избрал другой путь, вот, он избрал страдать до конца и, вот, быть, вот, репрессированным и, значит, и умереть в безвестности. По сути, на таком домашнем аресте, будем так говорить. Вот, значит, и, знаете, ну, я думаю, что, по крайней мере, прозвучал голос тогда, вот, этого человека. И тоже заслуга Лютера в том, что в разных народностях, в разных странах, вот, сама вот эта идея, да, служение на понятном языке, Слово Божье разумно читаемое, да, понимаемое, сами эти идеи, они просто, ну, взрывали многие устои, будем так говорить. Хотя, сегодня, допустим, да, сегодня это кажется, надо же, как-то чудным как-то для людей. Сегодня век информатики, пожалуйста, вот, на телефон можно скачать все переводы, мыслимые, не мыслимые вообще, можно слушать, пожалуйста, читай, не хочу. Знаете ли, вот, вот, не хочу вопрос уже. Это тоже плоды реформации, потому что именно Лютер... Амор... Соло амор? Не, не амор, нет, амор как-то... Амор, 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 амор... Это больше имеется в виду плоской любви все-таки, да, значит, да, мужчины и женщины. А вот именно, вот, любовь к Богу. Гай бы сразу сказал, хорошо, латвийский. Да, Гай? Свободно, что ли? А, Сергий уж наоборот. Свободно, читает книги, но... Помощь, друга? Телефон есть, но не на той карте. Есть. Да, надо будет братьев католиков еще потеребить. Вот именно его, потому что большинство священников в латыни не знают. Тоже плоды Лютера. Как-то они уже завершены. Да, да, да. Последствия работы Лютера. Ах, Лютер, а? Да, ну ладно, друзья. Вот, значит, и вот такая история. Я рассказал сегодня даже из истории христианства такой пример, такую малоизвестную историю церкви, вот, в Российской империи. Кстати, а в это же самое время, когда вот мы Ломоносова вспоминали сегодня, здесь в Украине был великий реформатор, слушайте, которого вот сегодня Киев услушал, я вспоминал его сегодня, Григорий Савич Сковорода. Да, да. Григорий Савич, он, в общем-то, знаете ли, заслуга его даже не в высоких науках, заслуга его именно даже не в каком-то умствовании богословском, знаете ли, и даже не в стихах таких хитросплетенных. Заслуга, самое интересное, в простоте. Заслуга как раз именно в том, что вот принести пробуждение, как сейчас говорят, вот снизу, чтобы Христа явить вот простому человеку, через простую жизнь. Вот, как бы, да, вот, значит, это удивительная судьба удивительного человека. Кстати, та же самая государственная императрица Екатерина, она же уже, когда, значит, Сковорода уже был уже, значит, ну и со здоровьем у него было, так не важно, и как бы он уже последние годы своей жизни, он в Харькове, да, в Харькове, на Холодной горе жил. Значит, и императрица ему, а перед тем ему с Киева письмо отсюда, с Киева славры писали письмо, и приглашали его, вот, мол, Григорий Савич, ну, они видели, что это человек известный, по всей Украине очень известный человек такой, народ-то его, знаете ли, очень сильно почитал, видит, что такой некоростолюбивый, такой служитель такой, ну, действительно от Бога, самородок, самородок. Вот, значит, и с Лавры ему написали письмо, вот, мол, Григорий Савич, приезжайте в Лавру Великую будете, как бы, с толпом веры, ну, например, такие выражения, знаете, вот, ну, религии что-что, а льстить умеет, значит, и, значит, его сюда сватали, чтобы он здесь вот пожил, они понимали, что уже последние годы, ну, поживет в Лавре, как бы, а здесь, говоришь, еще лишние дополнительные мощи появятся, как бы, значит, его канонизировать, как бы, оцерковить его, как бы, ну, как бы, мол, он, то был, значит, брыкался по молодости, а теперь уже вроде остепенился, и пора его встойла, как бы, значит, в религиозное, значит, и на свою мельницу, как говорится, в воду, чтобы лить, и, представляете, значит, а Григорий Савич, он и тогда на Холодной горе в Харькове, он, знаете ли, как бы, за словом в карман не лез, и он, значит, написал письмо, там, известное такое письмо, я читал, там вообще, там, перечитывал, потом в церкви перечитывал, значит, там выражение такое есть, довольно вас, вот, столпов окаянных в этой Вавилонии Великой, короче, он там правду матку, он уже тоже понимал, что, в принципе, все, обратного хода нет, он, короче, лупил правду матку почем зря, уже все, уже, и, значит, и там, значит, там даже лютер отдыхает, там такие словечки, такие выражения, короче, он с простым народом был ласков и очень прост, но вот с таким народом, религиозным, мафиозным, знаете ли, он особо не церемонился, он там, значит, правду матку резал, будь здоров, а вот, а после, ну, и монахи тоже поняли, что все, он, короче, не ихнего поля ягода, значит, а уже чуть позже императрица Екатерина со своими, там, товарищами-гонцами, значит, его в Санкт-Петербург приглашала, чтобы он под ее крылышком, как бы, вот такой украинский вольтер, такой, как бы, мудрец, вот я ей, как бы, приглянулся, чтобы он пожил у нее, там, при дворце, ну, представляете, под старостью лет, значит, там, как сыр в масле, живешь, значит, все, с царского стола питаешься, на всем готовом, значит, все, как бы, все хорошо, значит, во дворце, и представляете, значит, какое искушение было на старостью лет у Григория Савича-то, но он остался, ну, как, не то, что старостью, ну, да, слава навеки Богу Святому, Иван Левко, приветствую, брат, тоже, очень рад, что подключился сегодня тоже, значит, так вот, и, значит, и он не в грубой форме, но в такой вежливой тоже форме, уже, уже форме, но отказался от этого предложения, такого специального Екатерине, значит, и, кстати, Екатерина после этого очень сильно зауважала его, еще больше даже, зауважала, значит, она потом писала, значит, что она думала, что это просто, как бы, мудрец, оказался он святой, говорит, вот так вот, то есть она поняла, что это действительно человек, не просто даже мудрец, как она раньше, пан-философ думала, значит, А что он святой, действительно, он изобрал путь идти до конца, страдать простым народом, значит, даже те деньги, которые присылала ему там с дворца императрица, он все это нищим пораздавал, значит, все это пораздавал бедным людям, значит, там, то есть он остался верным своему призванию, к которому Бог призывал его, вот так вот, интересная вообще судьба человека была. Сразу вспоминается известный цитат очень, что он говорил, спасибо тебе, Господи, за то, что ты все самое необходимое сделал простым, а все ненужное сложным. Сложно, о, кстати, да, вот очень хорошее, да, все необходимое сделал простым, а все ненужное сложным, да. Вот интересно, а вот Михаил Державин, он имел какое-то отношение к вообще-то? Вот не знаю, наверное. Я просто когда прочитала его стих, вот это, тут и пространство, он бесконечный человек, не возрожден, но он такого... Не мог бы написать, да. Он просто не мог это выдумать. Да, действительно, да, кстати, вот много людей было просвещенных, да. Я не тихо-то выстрел в истории, я не нахожу его, ну... Пути, да? Да, он еще принимал, он очень много ездил из курса по философии, помню, таким... Да, Николай, приветствую, брат тоже, да. Выступал перед аристократами часто, по домам так вот кочевал. При Державин? Нет, нет, из сковорода. Ага, вернемся снова, да. Ну вот, он так вот кочевой образ жизни долго вел, в молодые годы, то есть его принимали, ну, потому что образованные люди были, как правило, дворя. Да, 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 да. При том, он ездил по таким бедным даже дворям, которые проживали там в деревнях, то есть... Ну, да. Что многие тоже таким образом отшельничали, многие образованные люди не любили столицу, вот, со всеми, ну, вот, рисовками, там, фантами, как в народе говорится. Да, 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 да. Да, да, слава Богу. Ну, сейчас еще где-то минут 15, да. Вот, значит, и, знаете, друзья, сегодня ночь такая реформации. Я хочу Богу славу воздать всю за то, что 500 лет назад таки совершилось, то, что совершилось. То есть, 500 лет назад действительно совершилось чудо. Если бы Лютер, допустим, я думаю, вы согласитесь, друзья, что, значит, далеко не один Лютер понимал то, что он написал. Далеко не один Лютер видел всю эту гниль системы. Вот, я так полагаю, вот, кстати, вот в фильме, кто не смотрел, посмотрите фильм Лютер. Вот, там показано, кстати, даже, что и священники многие, вот, прекрасно понимали и видели все. Ну, я думаю, достаточно тогда было умных людей, просвещенных людей, которые понимали, что, на самом деле, все не так, как надо. Нет, ребята, все не так. И, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо, да. Техи говорят, ладно, там, значит, и все прочее. Все, значит, но, понимаете ли, слава Богу, что нашелся такой, вот, какой нашелся. Может быть, Бог призывал кого-то еще, конечно, более умного, более просвещенного, утонченного, знаете ли, может, был бы какой-то не пивная бочка, а был бы, значит, какой-то, может, более такой, как бы... Пластического. Пластического, да, такого, да, значит. Но, понимаете ли, вот, значит, откликнулся тот, кто откликнулся. Вот, я помню рассказ одного, значит, пастора, миссионера, он сам родился Дауном. Вообще, страшная болезнь. Представляете, и Бог по милости, вот, было служение, он исцелился, но следы уродства оставались на нем, значит, и он понимал, что отстает еще в развитии. И многие вещи, но, конечно, то, что врачи видели, это было в США, они констатировали чудо, это невероятно. Это мы впервые в медицинской практике, мы подобное фиксируем для себя, что он фактически, ну, почти здоров вообще, это невероятно. И он рассказывал, что, да, это Бог вмешался в жизнь, молились, значит, и было чудо. Но, дальше, вот, самое интересное произошло. Представляете, этого человека Бог призывал к миссии определенной. Вот, значит, и тот пробовал служить, но, понимаете ли, вот это он комплексовал, что он, значит, и вид у него такой, как бы... Непрезентабельный. Да, совершенно, да. Вот, значит, и, значит, и, как бы, он много что не понимает, не знает, как бы, значит, он заметно отставал в развитии для своих лет. И, представляете, значит, и он взмолился, говорит, Господу, я не помню дословно, но его такие слова были у него к Богу, что, Господь, может, ты призревешь кого-то еще, вот, именно, вот, ну, более красивого, чтобы не было насмешек каких-то. Может быть, это даже, он даже не на свой счет комплексовал, а что, вот, вроде как бы о Боге скажет, о верующих, что, как бы, ну, это, ну, должно быть более красиво все, вот, в церкви все-таки. И, может быть, не уродство, а вот, может, что-то призревешь кого-то красивого и более умного, просвещенного человека. И молился примерно такими словами. И, представляете, к нему был божеский ответ какой, очень такой странный для него был ответ. Тоже не помню дословно, но примерно так, что я призывал, как бы, вот, он слышал такой тихий голос внутри, говорит, я призывал, говорит, и ни одного, говорит, и более умного, и более красивого, но они отказались, вот, а ты сказал, да. Вот, и вот, и после этого тот вот миссионер этот, значит, он просто расплакался, значит, каялся и просил прощения к этому Богу, и понимал, что мудрость Божья, она совершенно иная, и что Бог может использовать любого человека. Знаете ли, у меня тоже подозрение, что и до лютера Бог призывал многих поднять с нами реформацию, но для кого-то запах костра Савонаролы, знаете ли, или Яна Гуса, вот, знаете ли, был таким стопором, как бы, значит, да, значит, для кого-то другие страхи. Я вам честно скажу, что реформация, вообще, дело очень неблагодарное, так, по-человечески. Вообще, и это очень такое странное дело, во многом странное. Я сам, как реформатор, это прекрасно понимаю просто. Понимаете ли, тоже, в том же самом 96-м году, я когда вышел из традиционного православия, тоже я все смотрел туда-сюда смотрел, может, думаю, вот, кого Бог призовет, может быть, я себя не видел лидером, думаю, может, Бог кого-то призовет служить, а я буду кому-то помогать, вот, но чтобы не самому. Ну, а второе, что всякие, всякого рода страхи, знаете ли, эти вот, еще будучи в 96-м году в традиционном православии, ну, фактически я уже, уже, одной ногой вышел уже, но юридически я еще оставался еще какие-то недели там в традиционном православии священником-настоятелем. Я же вышел сам, по идейным соображениям именно вышел, вот, знаете ли, но еще решался, думаю, что я самый умный, что ли, вдруг, вот реально, я вот, вот, заблудился. Вдруг возгордился, да? Возгордился, да, значит, прелесть какая-то, может, уже пора начитки возить уже к старцам, уже, короче, уже, вот, но чем больше я ездил и к старцам, значит, и так вот, и на исповеди, тем больше я понимал духовникам таким известным, я больше понимал, что, нет, надо делать что-то с этим всем, вот. Вот один там священник мне вообще рекомендовал, а что, вот, отец говорит, грамм сто пятьдесят на ночь, вот, и меньше вопроса. Да, 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 и все уснется. И он на полном серьезе, потому не просто прикалывался, как бы, на исповеди же. Ну, он просто давал, на самом деле, советы, которые он сам соблюдал. Он сам соблюдал, это я потом уже, ну, уже узнал уже все это, да, да. Он, кстати, он, кстати, так и умер, будучи в пьянке. Страшно. Жалко, конечно, жалко очень. За священника. Кстати, да, кстати, знаете, многие спеваются, священники, не потому что они там плохие, там что, а просто вопросы, которые вот возникают, требуют разрешения. А разрешение нормальное, реальное, вот, для них неприемлемо, понимаете ли? Они желают оставаться в своих системах, вот, вот. Вот, и этот конфликт, знаете ли, в разуме создает такую большую проблему. В душе конфликт. Вот, и, я думаю, выход для священника любого один, это сам Иисус Христос. Это не водка, это не, значит, там, блуд, не что другое. Не помощь общественности, так. Тем более, да, значит, а выход, это сам Иисус Христос. Вот, реально. Как и для любого гражданина, любого человека абсолютно. Не важно, там, в рясе, это без ряса, значит, выход один, и сам Иисус Христос. Вот, действительно, это уже проверено, веками проверено. Вот. И поэтому, не важно, там, человек, что он знает, не знает. Бог может использовать любого из нас, и не сильно много знающего, и, с другой стороны, и сильно много знающего может Бог использовать. Пожалуйста. Вот. А порой и незначащие ничего Бог берет и посрамляет значащие по-человечески, знаете ли. Тоже пример таких хоть отбавляй. Ой, слава Богу за все. Вот. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, во имя Господне. Вот. В этот день реформации я хочу просто сказать, что, конечно, не надо идеализировать там ни Лютера, ни Кальвина, ни Цвингли, ни Аннобаптистов, вот тех первопроходцев реформации, да и персонажа Библии, как сегодня Киев говорил уже, значит, да, вот в телемосту, это ему как, не телемосту, а телефону мосту, в таком, в телефонном режиме говорил, значит, что, вот сказать, вас не было еще в том, в той части, значит, что вот действительно, ну, как сказать, как-то помягче сказать, даже не знаешь, вот, а грубо не хочется. У него как-то это получилось очень хорошо так. Да и деликатно. Деликатно очень получилось, да, интересно у него получилось. Надо потом будет переслушать еще раз запись эту. Но, одним словом, если попроще, то реформация не просто вот этой поверхности, как бы, да, а самой глубины, самого соприкосновения с Богом. Вот, как бы, вот об этом шла речь, и это очень ценно. Что начинается с себя, как бы. Да, да, через себя, да, вот это самое ценное, самое великое. Вот, и действительно, тогда уже все остальное, вот, то, что наверху, оно, как бы, решается. Вот, а если на глубине не решено, то, как бы, что бы мы там внешне не делали, как бы не проявляли свою религиозность, это все так вот, фиговый листочек, знаете ли, прикрывающий на году ли штуку получается. Как говорил Блаженный Августин, знаменитая фраза, если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем. То есть оно не исчезнет, оно будет на своем. Очень хорошее. Слышали, да? Значит, если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем. Очень хорошее изречение, на самом деле. Кстати, да, забыл его. То есть вы, ну, такое классическое, очень часто повторяю, скатер, много раз слышу. Да. Слава Богу. Вот, пусть Бог благоставит. Отец, я благодарю Тебя за реформацию, благодарю Тебя за братьев и сестер, за тех, кто сейчас онлайн, и за тех, кто потом впоследствии в записи будет смотреть все это. Боже, и прошу Господь милости, Боже, Господь, пусть действительно наша реформация начинается с нас, с каждого из нас, Боже. Как пробуждение начинается с меня, Господь Боже, так и вот эта реформация начинается с меня, с каждого из нас в отдельности. Боже, потому что Ты, Господь, не просто спаситель всех. Как говорил Мартин Лютер, Боже, мы вспоминали часто сегодня его и в молитве, и, значит, и вот в общении в этом. Боже, как Лютер говорил, что признавать Тебя Господом, спасителем всех, это не спасительно само по себе, говорит. Но признавать Тебя спасителем Господом лично своим, личностным, вот это спасительно. Боже всемогущий, я благодарю Тебя, Господь, действительно, что Ты не просто спаситель всех, Ты спаситель мой, личный мой спаситель. Ты не просто Господь всех, Ты мой личный Господь. Благодарю Тебя, Боже всемогущий, за божественную кровь святую Твою, Иисус Христос, за Духа Святого Твоего, за милость Твою, Господь, слава Тебе, Боже всемогущий. Благослови этой ночью сегодня всех нас, Боже наш, благослови, Господь, всех молящихся Тебе, Господь Боже. Прости заблудших, Господь, прости тех, кто осуетился этой ночью. Прости тех, кто, Господь Боже, заблудил, Боже, в этом, как называется, Хэллоуине, там, значит, там, и прочих этих всяких измах, там, и иных всяких. Боже, помилуй, Господь, Боже, и пусть, Боже, от мрака, от суеты, от оккультизма, люди обратятся к Тебе, Богу Живому и Святому, и Тобой посланному Иисусу Христу, к Духу Святому Твоему, Господь, Боже, к истине Твоей, к Слову Твоему Живому. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя, да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя, и даст Тебе мир, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Благословляю всех вас, сейчас будем отключаться минут на пять, пока это обработается видео, и будем продолжать. Сегодня в течение этой ночи будет включение до шести утра у нас почасовой такой, по сорок пять, по пятьдесят минут примерно, потом с обработкой этого видео. До встречи, с Богом, слава.